Так, друзья, мы сегодня были на первом проезде, с ним мы прощаемся. Лежаки здесь по 300 и прогуляемся вместе с вами сейчас до первого проезда. Сколько стоит такой проезд? В интернете набери, в ПВ посмотри, они разные просто. Может увидеть, ребятки, сколько народу отдыхает. Вы что, дайте, когда спрашивают, у меня задрончик, и люди видят, что я на нем вытворяю. У него нет цены особо, потому что каждый собирает под свои нужды делать такое, какое ему надо. Выбирает, если какие-то там готовые модели, комплектации, потому что у каждой готовой модели их сотни. Нет такого, что вот столько стоит. То же самое, ладно, короче, это не тема для этого сюжета. Но люди в восторге, многие там еще подошли на дюны, расспрашивали, что как, чем почем. Здравствуйте. Здравствуйте. Интервью можно? Да, мы интервью можно, как вам отдыхается у нас? Надюша, я местный житель. Вообще хорошо. Где живете? Санит за нам. А почему сюда на море купаться? В сутку. А, вот, чем он тут занимается? А вот, дочки прокатываются. Сейчас на парашюте поедут. Не боитесь? Ребеночек, нет. Уже летали? Нет, первый раз. То есть только работает, и только первый раз в конце лета? Да. Вот так вот, местный без сапог. Хорошего отдыхал? И, ребятки, мы отправляемся дальше. Идем. Здесь видим, что есть разрывчик небольшой между людьми. Но то, что начинается дальше, это прям, оно даже в голове не выкладывается. Какое количество народа. Фух. Смотришь, радуешься за всех тех людей, которые к нам приехали. Здесь вот сделали из дюны прям горку. Единственное прикольное использование дюны, которое мне нравится. И здесь самое интересное, что они забор раскрыли. А для того, чтобы Озаровский туда не залазил, они поставили дальше забор выше. Администрация города Анапа. Говорят, что это ваше дело, чтобы вы забор установили. Вот прям у меня мужчина с той стороны, когда я туда перешагнул через него, и на дюны стою, смотрю, потом говорит, иди отсюда. В смысле? Говорит, это вот забор, тут запрещено. В смысле? Говорит, а кто запрещен? Говорит, администрация. Говорит, ну завидуй, давай сюда администрацию. Не позвал. Смотри, какое чисто море. Здесь пошли чуть дальше, там просто были моменты образа. Здесь вообще кристально чистая водичка. Шикарно смотрится на людей. Радости только моменты. Все такие, знаете, прям удовлетворенными лицами. Сколько детей. Мне кажется, что они все здесь останутся, никто не поедет никуда уже домой. Ребята, у нас еще целый месяц, а то и два жары. Не разъезжайтесь, пожалуйста. Оставайтесь на отдых. Ну, цель сегодня посмотреть именно улицу Морскую. Начинаем с моря. Я думаю, что это тоже будет прикольно. На дюну я уже не полезу. Еще один пролет делаю. Я хотел кусочки вот сейчас ставлю, как именно это место круглит сверху. ПОТИЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОТИЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И давайте к самому пляжу. Смотрите, есть бар у людей, имеют большую зону для отдыха. Здесь в этом году, видите, песок отошел, то есть можно отдыхать в достаточной отдалении друг от друга. На первом проезднике, конечно, более жестко. Вот там что происходит? Откуда там столько много народов, я, конечно, не понимаю, но там, потому что берег уже, и кажется, что людей еще больше. Катамаранчики есть, массажи есть, лежаки есть, море чистое, теплое есть. Море сегодня почти 29 градусов, температура воздуха сейчас уже, наверное, градуса 34, нет, 32 возле моря показывает. Я ошибся, мне просто как-то сильно жарко в футболке черной. Мы разворачиваемся и уходим на улицу морскую. Вот туда. Ать, 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 ать. Почему у вас тут лежачки? Абонементом от четырех дней по 200 рублей. А если сейчас? Разово это 300 рублей. Все, понял, спасибо. То есть на четыре дня берете по 200. Кукурузка стоимостью 70 рублей и есть настил. Смотрите, люди, маломобильные граждане наши выезжают сюда. Тоже хорошо есть, вот тут и попрыгать. Рисунки, за которые ценник узнавайте сразу, а то потом охренеете. Ну, не всегда, если честно, кто рисует, наверное, это не точно. И то, и то. Здесь, смотрите, впереди лавочки стоят с рекламой Красной площади, с правой стороны еще один бар. Блин, что-то шоу-шоу. Был широкий, но силбац узкий стал. Кончился. Дюну жалко, конечно, пострадал. В прошлом году здесь паракоп когда делали, воду спускали, разрыли. Он, пожалуй, смотрите, сколько деревьев погибло. Одноветка он остался. За нее надо прям держаться и беречь. Без транспортных средств мужчина вывозит на пляж мороженка. Молодец. Они говорят, а как мы будем тащить? Ну, деньги на этом зарабатывайте. Найдите. Сделайте, как говорится, чуть дороже, чтобы был человек, который он был специально обучен и приносить на пляж, чтобы машины не ездили. И будет вообще шикарно. Пляж Мари называется. Пляж, который где большие волни. Ну, это улица Морская. Пиво, шармо, пицца, кофе. Фарфуд. Жара. Пицца 550, но прям шармо 200. Так выглядит здесь частный сектор. Очень много народу отдыхаем здесь. Хорошо. Возьмем подруг. Так, друзья, смотрим дальше. Из него какая-то тальпа. С правой стороны домашняя кухня. Улица Морская. 18. Здрасте. Хотите что-то рассказать интересное? Хочу рассказывать. Все у нас хорошо. Это самое главное. Как бархан. Видите, все равно свое взял. Взял, но жалко, столько деревьев погибло. На нем сейчас прихожу. Там последний куст остался. Берегите. Да. В этом году много людей, нет? По-честному? Да. Половато. Ну, так у всех. Ну, мы просто привыкли, что у нас в мае начинается, а в октябре заканчивается. В этом году все говорят, что уже в 28 октябре все разъедется. Ну, кстати, вот по наблюдениям, как вот я вот занимаюсь рыбалкой, там все, вот на месяц задержка. Ну, точно. Я тоже думаю, в октябре будет еще жара. Да, все жара. Так что, ребята, все, кто нас смотрит, слушайте, вот местные жители вам говорят, будет жара. Ладно, все хорошо. Пойду смотреть. Здесь, смотрите, столовая у моря есть. Здесь мы кушали как-то раз тоже вкусняшки разнообразные. Вот, кстати, по морепродуктам в нашем местном. Вы можете к ребятам прийти, у них попробовать. Готовят офигенно. Мы как-то раз съели. Вот рыбка эта, вот, смотрите, корочка копченая, форель, сарган. Вот сарган это наш. И, кстати, тоже скумбрия, смотри, копченая. Устая, типа, от 350 рублей. Так что можно прийти попробовать. Очень интересное заведение. Таких у нас в Анапе, наверное, больше нету. Чтобы вот прям вот так вот. Там даже, говорят, катран иногда готовят. С левой стороны, столовая, Bon Appetit. У нас есть на обзоре, как-то раз мы ее показывали. Здесь еще шашлычок жарят. Это пересечение с велицей виноградной. Да, все правильно. Еще что-нибудь не то скажу. Добрый, добрый. Свинина от 77 рублей здесь начинается. Красотища, правда ведь? Смотришь, душа радуется. Здесь моя любимая точка с фруктами и овощами, которые находятся в морской пересечении с виноградной. Сейчас посмотрим, что почем у них. Здравствуйте. Расскажите. Пока нет ничего. Как нет же что-то. Сининоград по 140. Через часик, вам бы все цели. Ага, через часик тут вообще будет ад. Орет и говорят, ну подожди, мы не хотим сейчас рассказывать. Говорит, надо, чтобы вот сейчас муж едет, доставку овощей ведет, фрукты. Говорит, вчерашняя, то есть то, что осталось, хочется, чтобы красиво все было. Приходите, покупайте, хорошие ребята, хорошие отзывы это самое главное. То есть вот мне нравится снимать, показывать точки, которые уже не первый год и на которых у меня идут прям отличные отзывы, то есть от вас. И вы не стесняйтесь, если где-то что-то покупали, кто-то сделал там улыбочку приятную, что-то сказал, где-то что-то уступил. День добрый, хорошая работа. И это самое важное, то есть пишите об этом. Потому что к таким людям должны наши люди приходить, и чтобы комфорт только увеличился. У тех увеличилась клиентура, они будут еще добрее. А у вас, получается, были только хорошие, позитивные эмоции от покупок каких-либо товаров. Хадыжинская, 0560 рублей. Успивасик продает здесь. Тандерхаус, пекарня. Как оно? Хорошо все? Самое главное. Геранси, Тандерхаус здесь. Парень нам с Абхазией готовил очень вкусную хачапульку по-аджарски. Если помните, в прошлом году. Это очень приятно, то, что остаются такие вот эмоции. То, что с людьми знакомишься. Вот классно. Прям классно. Видите, они каждый год на одном и том же месте работают. Не знаете, не так вот порвачески пришли. Бабки зарабатывали, ушли. Остаются и продолжают функционировать. И к ним постоянно клиенты приходят. Смотрите, сколько машин стоит. Здесь раньше был Орельский самоцвет лагерь. Теперь здесь, вот видите, на морскую есть открытый проход к морю. Столовая номер пять, пожалуйста. Ребятки, если здесь ели тоже, пишите. Я на самом деле уже выдохся. Просто я сегодня с утра думал, будет прохладно. Делал черную маечку. Думаю, кайфанул. И что-то не кайфанул. Я мокрый, как не знаю что дальше. С чем себя нужно сравнить. Ну, для вас стараемся. Потому что просили побольше. Говорят, покажи, джему ты. Ну, что-то 10 утра. Здесь столько много оралетов закрытых. Я думаю, что лучше все работает. Здесь в Сибири на Моргангале. Сограм 67 рублей. Пожалуйста. Обещают, пишите, если пробовали. Там еще сколько, конечно, здесь коммерции появилось. Ребята, раньше были пустые площади. Теперь везде зарабатывают бабки. Вот такие вот дела. Бизнес развивается только в сторону не украшения проходов к морю, а заработка денег. Здесь вот тоже шашлыки, табаки, торты. Есть даже батуты. Здесь несколько аттракциончиков. В общем, все работает. Все функционирует по полной программе, дорогие мои. А мы выходим тем временем уже к Пионерскому проспекту. И хочется с одной стороны, с другой стороны будем худеть. Не ходить, сторонить. Вот, собственно, они уральские самоцветы. Дорогие друзья, пишите, если вы отдыхали в этих местах. Если вы здесь гуляли, наслаждались. И будет интересно вас послушать. С вами был Юрий Озаровский, пареноком из Диматы. Из лета в ваших городах передаю привет, дорогие друзья. А море, море, goodbye. Ой, для меня.